здравствуйте ребята сегодня мы продолжаем с вами изучать математику звенит звонок начинается урок и сегодня мы продолжаем с вами путешествовать страну математики сегодня ты узнаешь на уроке что-то новое ведь ты же знаешь что математика это не только числа и цифры и действия с ними математике есть очень много интересных тем которые ты будешь изучать и сегодня одна из них ты узнаешь как читать и строить пиктограммы как читать и строить диаграмму и так надеюсь ты вспомнил и понял что такое пиктограмма что такое диаграмма и так пиктограмма это изображение или знак для обозначения предмета мы с тобой это сейчас хорошо обговорили а диаграмма это рисунок из прямоугольничков и ты это сейчас на примере вазочки с фруктами понял а теперь откроем страницу учебника 98 посмотри пожалуйста но прежде чем мы с тобой начнем разговор про эту задачку которую нам дали ответь мне пожалуйста ты любишь пирожки с чем с мясом с картофелем с капустой может быть яблоками в учебнике у нас дана задача и даны пиктограмма и диаграмма посмотри пожалуйста с левой стороны изображена пиктограмма а справа диаграмма что нам с тобой нужно сделать нужно сравнить пиктограмму и диаграмму что обозначает каждый столбик диаграммы посчитай пожалуйста пирожки с мясом и соотнеси это с диаграммой посчитай пожалуйста пирожки с картофелем и соотнеси это с диаграммой и остались у нас пирожки с капустой теперь давай посмотрим пожалуйста на следующую задачу и нам с тобой предстоит ответить на вопрос кто из ребят выполнил задание правильно но прежде чем его делать нужно прочитать задачу и посмотреть пиктограмму и диаграмму у Сережи 8 цветных карандашей и два простых карандаша а у Нурали 7 цветных карандашей и один простой карандаш Сережа составил пиктограмму а Нурали диаграмму внимательно посмотри на странице учебника 99 и скажи кто из ребят выполнил задание правильно посчитать цветные карандаши посчитай простые карандаши правильно выполнил задание Нурали у Сережи сколько цветных карандашей на пиктограмме изображено 7 а в условии задачи было 8 скажи как нам помочь с тобой Сережа что сделать правильно дорисовать один карандаш для того чтобы ты сам потренировался тебе нужно открыть тетрадь рабочую на страничке 93 рабочий лист 91 попробуй сам составить диаграмму я уверена у тебя получится прежде чем нам самим с тобой строить пиктограммы и диаграммы мы должны вспомнить что это такое что такое пиктограмма и что такое диаграмма посмотри пожалуйста сюда здесь стоит вазочка с фруктами давай посчитаем сколько в ней фруктов итак сколько яблок 1 2 3 4 5 у тебя 5 яблок в вазочке считаем груши 1 2 3 груши 3 как же с помощью пиктограммы можем изобразить то что лежит у тебя вазочки правильно мы вырежем с тобой яблочки и груши можно заменить кружочками и треугольничками то есть пиктограмма показывает изображение или знак посмотри пожалуйста на пиктограмме мы изобразили с что яблоки 1 2 3 4 5 а теперь груши 123 на пиктограмме четко видно соотношение что яблок больше чем груш насколько больше яблок больше чем груш на 2 давай построим с тобой диаграмму диаграмма строится показывая сколько предметов только с помощью прямоугольничка или квадратов ты можешь сам вырезать прямоугольнички и квадраты и показать диаграмму и так яблок у тебя 5 вырезаешь 5 прямоугольничка и изображаешь яблоки 1 2 3 4 5 получилось а теперь вырезаешь прямоугольнички и изображаешь груши 1 2 3 посмотри пожалуйста это пиктограмма а это диаграмма в пиктограмме показаны рисунком или знаком а диаграмма строится из прямоугольников и квадратиков мы с тобой хорошо поработали в учебнике мы посмотрели все задания решили их сделали а теперь тебе придется поработать самому для этого открой пожалуйста страничку 93 в своей рабочей тетради рабочий лист у тебя 91 ты будешь составлять диаграмму внимательно прочитать задание и посмотри куда нужно расположить данные из условия на клумбе расцвело 4 тюльпана 3 розы и 2 ромашки посмотри пожалуйста на табличку прочитай внимательно где у тебя тюльпаны расположены молодец правильно сколько тюльпанов туда нужно нарисовать 4 тюльпана возьми цветной карандаш и нарисуй 4 тюльпана ты можешь просто графически изобразить да но так как у тебя диаграмма ты изображаешь с помощью прямоугольника или квадрата тебе нужно вспомнить какого цвета бывают тюльпаны изобразить этим цветом 4 прямоугольника или 4 квадрата дальше 3 розы найди пожалуйста где в табличке написано слово розы возьми карандаш и с помощью прямоугольника или квадрата изобрази 3 розы и последняя у тебя осталось две ромашки дорисуй пожалуйста две ромашки с помощью прямоугольника или квадрата у тебя получится два прямоугольничка правильно посмотри первое задание ты прекрасно выполнил дальше у тебя будет задание про медвежонка медвежонок на зиму заготовил банки с медом с малиной с грибами земляникой и ты должен будешь найти диаграмму соответствует в соответствии с условием и вставить туда недостающие данные посмотри пожалуйста мед и рядом 4 квадратика что обозначает медвежонок на зиму заготовил 4 банки меда правильно молодец легко смотришь на следующее слово малина считаешь квадратики 1 2 3 4 5 6 7 8 итак сколько медвежонок заготовил банок с малиной правильно 8 банок смотри как ты легко справляешься с заданиями считай пожалуйста сколько банок грибов заготовил наш медвежонок посмотри на диаграмме три квадратика что это обозначает это обозначает что три банки с грибами правильно и осталась у нас земляника считай и так один два три четыре пять шесть шесть банок с земляникой молодец ты прекрасно справился и с первым заданием и со вторым ты знаешь я хочу тебе сказать что диаграмму можно составить как в школе так и дома обернись вокруг себя есть стулья столы шкафчики все ты можешь изобразить с помощью диаграммы для этого что нужно просто посчитать да надеюсь ты понял тему урока сам сможешь строить диаграммы и пиктограммы хорошего тебе дня